Профессию журналиста порой называют второй древнейшей. Довольно унизительно, но часто справедливо. И вина в этом полностью лежит на самих журналистов. Последние два десятка лет вымыли из газет, журналов и телеканалов людей вдумчивых, ответственных и принципиальных. Мы гонимся за сенсацией и склонны видеть в любом человеческом поступке человеческие пороки. Не задумываясь, что своим неумением быть выше конъюнктуры, иными словами заказа, подрываем доверие к своей профессии, к своему труду. Мы не стали ждать очередного Международного дня журналиста, чтобы поговорить о своей профессии. Для нас День журналиста каждый наш день. В конце 20-го и начале 21-го веков популярным занятием для журналистов было втаптывание в грязь ценностей, которые были важны нашим родителям, нашим матерям и отцам. С предательским азартом, засучив рукава, пишущая братья шныряла по архивам в поисках, за что зацепиться, чтобы представить в черном свете все, что связано с ушедшей эпохой строителей коммунизма. И врали безбожно, если было недостаточно информации. Авторы газетных статей и телевизионных репортажей словно стремились вместе с новым классом власть имущих отнять у своих читателей и зрителей то последнее, что у них еще оставалось – веру в себя. Отточив мастерство на предательстве своих предков, мы были готовы уже к любому заказу. Служили тем, кто платил, платит и будет платить. Уже никого не удивляют вопросы журналистам. Кого они представляют? В молдавских реалиях какую партию? Истинная журналистика стала тем же уходящим в историю явлением, как равноправие народов и социальная справедливость. Потому что перестала быть профессией, образом жизни и образом мысли. Рассматривается как некий социальный лифт для пройдох, кое-как жонглирующих словами, готовых не задумываясь, в словосочетании «казнить нельзя помиловать», поставить запятую после слова «казнить». Мы с прогибом ощетинившейся шерстью спины гиены беремся оценивать тех, кто попадает в поле зрения объективов наших фото и видеокамер и судим тех, кто чего-то добился психологией плебеев. Не задумываясь, что судим себя, судя по себе. В молдавской журналистике все комфортнее и комфортнее тем, кто готов клеймить, ерничать, осуждать, интерпретировать, но только не думать, не чувствовать. Посмотрите, во что одето или одет депутат. Давайте подглядим, давайте подсмотрим. Мы вдруг заменили налоговую инспекцию и считаем чужие деньги. Мы опережаем полицию и клеймим в коррупции. Мы перестали искать человеческие достоинства. Мы ищем человеческие слабости. Смотрите, уснул на заседании парламента. Так важно быть первым в обрызгивании слюной того, до кого не дотянуться. Не задумываясь над тем, что у каждого, кто доказал свое право быть личностью, бывает финиш очередного марафонского забега со всем сопутствующим его напряжением, когда не осталось сил на контроль своих эмоций. И здесь важнее не наша с вами реакция, уважаемые и не очень коллеги, а та рука, которая с нескрываемой отцовской заботы сжала запястье на миг уставшего победителя. Продолжение следует...